Приветствую вас, и давайте подумаем на тему того, чего хотел мужчина, когда долго и упорно добивался девушки. Он имел определенные ожидания, и именно эти ожидания и являлись для него целью при том, когда он добивался девушки. Ожидания не оправдались, идя по тому, что вы переслите дальше, и человек приспал и идти на контакт. Если вы дадите понять человеку, что его ожидания могут оправдаться вновь, а для этого неплохо на начало понять, каковы были его ожидания, чего он хотел, то отношения вернут в мозг. Отдельно стоит упомянуть и тот факт, что когда мужчина долго добивается девушки, он чего-то ждет от этого. И тот факт, что он долго добивается, тоже чем-то обусловлен. И если обусловлено того, что мужчина долго добивается девушки, недостаточно именно в восприятии молодого человека. То есть, молодой человек думает так, вот я добивался девушку долго, добивался, добивался, а в итоге ничего особенного, в итоге я не получил, чего хотел. Получается, просто бадхасов во время спустую. Если он думает так, что его усилия не оправдались, тогда отношения так же восстановить нельзя, потому что человек разочаровался. Разочарование, видишь, очень сильное. Если оно наступило, разочарование, то оккупировать его сразу нельзя. Нужно, чтобы прошло время, чтобы человек успокоился немножко хотя бы. Чтобы человек пришел в себя, отошел немного от того, к чему он стремился. Чтобы чувство разочарованности немножечко потихло, улеглось. Чтобы человек мог начать адекватно воспринимать то, что происходит, в том числе и других людей вокруг себя. И вот тогда можно показать им, что то, что он вначале посчитал за разочарование, он в итоге обернулся чем-то другим. В итоге может быть и не разочарованием, а наоборот, наоборот. Наверное, ну, увидите еще. И в этом случае, в случае, если такому человеку постараться показать, что его действия, его усилия не запали, а будут вознаграждены, тогда, конечно же, отношения можно восстановить. Но, здесь не стоит забывать вот о чем. При условии, что мужчина долго добивался девушку, при самом факте наличия такого условия, при наличии вообще условий в отношении, сами отношения обречены на распал. Потому что, если человек считает, что он, добиваясь девушки, как бы вкладывает в нее, производит, как бы, инвестиции, для того, чтобы что-то получить взамен потом, то логично предположить, что далеко не всегда эти ожидания, то, что тот человек хочет, то, что он рассчитывает, на что надеется, получит в итоге. И если такие ожидания, такие условия есть, то это своего рода отношения по расчету. То есть, вам для того, чтобы эти отношения сохранить, нужно обязательно человеку дать то, что он хочет, то, чем он нуждается. И вот только тогда можно говорить о том, что отношения будут восстановлены. Но условность отношений полностью исключает их искренность, их безусловность. А значит, исключает и безусловность принятия человека таким, как он есть, и безусловное стремление делать для человека все, что нужно. И безусловное стремление и желание делать человека счастливым. То есть, исключает самые важные аспекты долгосрочных, равноправных, прочных отношений. И вам нужно спросить себя, а вы хотите таких отношений? Основанных лично желание что-либо получить? Основанные лишь на ожиданиях людей? Основанные на расчете? Вы хотите таких отношений? Если да, то для вас будет справедливо все то, что говорилось ранее. А если нет, то тогда такого мужчину можно и нужно забыть. Потому что он вам ничего хорошего скорее всего не принесет. он вам не сделает ничего хорошего. И уж точно счастливый вас тоже не сделает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.